Жизненные беды порой сильно тянут нас на дно, и бывает в прямом смысле этого слова. Одним солнечным днём Меган кормила свою лошадь в Аделайде, Австралия, и размышляла о предстоящем обеде, но какие-то странные звуки заставили Меган бросить своё занятие. Дело было недалеко от реки, и казалось, что звук шёл именно от воды. Меган подошла к берегу и увидела на воде кошку. Видолага мяукала и не спешила сходить с места, как бы Меган её не звала. Котёнок, малышу на вид было не больше шести месяцев, упорно не хотел сходить с места, и Меган никак не могла понять почему, пока не встала на другое место и не увидела ужасное. Котёнок не просто сидел на одном месте, он едва держался на плаву, будучи привязанным каким-то странным тросом. Меган запаниковала, так как в глазах бедного котёнка читалось отчаяние, и было понятно, что долго животное не продержится. Но добраться до него было нелегко, речка была глубокой, и нужно было позвать на помощь кого-либо ещё. Благо, крики о помощи услышала подруга Меган, Джессика, которая подошла посмотреть, что случилось. Тважная девушка, ни секунды не раздумывая, шагнула в глубокую речку и двинулась в сторону попавшего в беду котёнка. Захватив животное вместе с достаточно тяжёлым привязанным к нему предметом, Джессика бросилась на берег и доставила котёнка в безопасное место, вытащив на берег и странный камень, который был привязан к тросу. Увиденное оказалось ещё ужаснее, чем выглядело вначале. Кот был привязан шнуром от электропилы, бедолагу просто связали этим проводом и кинули в речку, чтобы циркулярка служила достаточным для погибели грузом. Благо, кот оказался очень живучим, и шокированные Меган и Джессика отправились в ветеринарную клинику. На месте сказали, что у кота нет никаких микрочипов, личность владельца установить нельзя. Однако, у котёнка были оборваны участки шерсти, усы и даже ресницы, что определённо наводило на мысли о сумасшествии его хозяина. Местная организация по охране животных пообещала, что проведёт расследование в поисках этого человека. А что же с котёнком? С ним всё хорошо, его теперь зовут Сплэш, он живёт у Джессики и блаженно мурчит во сне. Теперь его жизнь в безопасности, никакие животные в человеческом обличии не достанут его. Жизнь маленького пушистого комочка теперь абсолютно светла и безоблачна. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok